Мошенники придумали новую схему получения персональной информации россиян. Злоумышленники присылают на электронную почту письма, похожие на сообщения с портала госуслуги. В них предлагается ввести номер с НИЛС для получения якобы полагающихся социальных выплат. Чтобы деньги пришли на счет, нужно указать номер банковской карты. Эксперты говорят, что основная опасность таких действий в утечке данных, а также потере доступа к аккаунтам, где отражается важная персональная информация. Мошенники могут использовать сведения для оформления договоров, в том числе кредитных. Тем, кто не смог избежать уловок преступников, нужно обратиться в техподдержку сайта госуслуги, поменять пароль и получить консультацию полицейских. В Далматово будут перерабатывать автомобильные шины. Изношенную резину будут превращать в высококачественную крошку, востребованную в различных сферах производства товаров и услуг. Создать современное производство планирует компания «Далматовская резина-крошка». Предприятие стало новым резидентом территории, опережающего социально-экономического развития. Производственная линия позволит перерабатывать до 3,5 тысяч тонн автопокрышек в год. Также в Далматово планируют производить плиточный утеплитель, упаковочные материалы, полиэтиленовые трубы для водоснабжения и канализации. Этим займутся два других новых резидента ТОСЭР, ДСК «Далматово» и предприятие «Далматовский трубный завод». Успешная реализация перечисленных проектов позволит создать в Далматово 90 новых рабочих мест с достойной оплатой труда. В Кургане подвели итоги голосования, проходившего в феврале. Так, общественная территория у дома номер 44 по улице Карла Маркса, по мнению большинства участников опроса, должна стать шахматным сквером. А пространство с водопадом из камней – теннисным сквером. Для общественной территории в микрорайоне Тополя жители выбрали название «Сквер на Сиреневой», в Рябково – Чеховский сквер, в Заозерном – Мостовичок, в Керанзитном – Дружный сквер. Благоустроенному пространству вблизи домов номер 127 и 131 по улице Карла Маркса жители предложили присвоить наименование «Матрешкин сквер». Для территории на пересечении улиц Свердлова и Пушкина выбрано название «Семейный сквер». Сквер около многоквартирного дома номер 1 по улице Интернатовской в микрорайоне Увал – Маминсквер. Отметим эти варианты, наименований рассмотрит комиссия. Окончательное решение примет Городская дума. В Кургане назвали «Лучшие молодые семьи». Завершился фестиваль, в котором в течение двух недель за победу сражались 23 супружеские пары вместе с детьми. В этом году темой фестиваля «Молодые семьи» молодого Кургана стало «Семейное турне». Большая часть этапов из-за эпидемиологической обстановки прошла в онлайн-режиме. Семьи выполняли различные задания, изучали историю, снимали видеосюжеты о достопримечательностях, готовили традиционные блюда региона, а также инсценировали сказки, участвовали в семейной IT-зорнице, оформляли домашнюю библиотеку. Победители и призерок фестиваля определили по сумме баллов, набранных по итогам всех конкурсов. Главный приз в 50 тысяч рублей и победа достались семье Шишкиных. Вторыми стали супруги Рухловы. Третье место у семьи Кайгородцевых. Майские праздники могут войти в программу туристического кэшбэка. Вернуть деньги можно будет и за поездки в начале лета. Акция должна начаться в марте. Конкретные даты уточнят позже. В Ассоциации туроператоров заявили, что в рамках акции туристам предложат большое количество вариантов отдыха. В Кургане сменят поставщика сжиженного газа. Ведется работа по лицензированию уполномоченной организации. Новая компания будет более ответственно подходить к взятым на себя обязательствам и обеспечивать бесперебойные поставки топлива в жилые дома курганцев. До завершения процедуры лицензирования профильным департаментом и администрации города поручено контролировать ситуацию с поставками в ручном режиме. Запустить газ осталось еще в 18 многоквартирных домах. Жителей просят проверить газовые конфорки и перекрыть водные краны. На всех водных объектах в России действует режим повышенной готовности. В регионах готовятся к половодиям и паводкам. Сейчас на всей территории России штатная ситуация, обстановка стабильная. В водохранилищах есть запас для пропуска воды. Готовится обследование гидротехнических сооружений. Эксперты опасаются, что резкое затяжное потепление может привести к сильным паводкам. Толщина льда на реках в этом году больше обычной. Министерство финансов увеличит объем покупки валюты до более чем 6,5 миллиардов рублей в день. Объем вырастет в период с 5 марта по 6 апреля этого года. Показатель увеличится более чем в 2,5 раза по сравнению с нынешним. За месяц на операции направят более 148 миллиардов рублей. Минфин по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова